Дома по мрачнению доходим здесь уже в советах. Как нам выйти из этой ситуации? В городском бюджете ищут деньги на содержание молочных кухонь. Они теперь вновь муниципальные. По словам Юрия Мещерякова, из Оренбурга в область переданы все объекты здравоохранения, но молочные кухни из этого списка исключили. Буквально на днях стало известно, не будет и областного финансирования. Так что городским властям предстоит найти деньги на обеспечение муниципальных льготников молочными продуктами. Это дети от 6 месяцев до 1 года. Как они будут получать молоко и кефир, пока непонятно. Мы найдем обязательно возможность, каким образом мы эту категорию детей будем обеспечивать. Либо это будет путем монетизации. Мы просто весь этот перечень детей, им будем выделять просто деньги. И право мамаш уже, пожалуйста, в молочную или кухню обратиться, или в магазин, или где угодно, какие-то смеси там, или молочную продукцию, кисломолочную приобретать. Либо мы продолжим это делать на базе нашей молочной кухни. Сами молочные кухни теперь уже не будут такими, как прежде. Их ждет большая реорганизация. Молочная кухня с 1 апреля, она должна перейти на самофинансирование. То есть ту продукцию, которую она будет вырабатывать для свободной продажи, она должна определить стоимость, себестоимость, плюс там прибыль, прочее для реализации. Естественно, цены на молочную продукцию вырастут, насколько, пока не посчитали. Но понятно, что они будут такими, чтобы кухни смогли существовать без бюджетной поддержки, а значит немалыми. Она продолжит работать, но до какой поры? До поры востребованности населения. Будет востребованность в этой продукции по тем ценам, которые будет продавать, хорошо. Не будет востребованность, ну что ж, придется закрывать. Но еще раз говорю, это будет желание, пожелание людей, но не пожелание власти. Юрий Мишинин, Виктор Гошенев. Наше время.